Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Добрый день. В этом году Казахстан планирует расширить полосы и заменить оборудование на постах Карасу и Бесагаш. Основная задача увеличить пропускную способность таможенных терминалов на казахстанско-кыргызской границе. Депутаты мажориса парламента Казахстана и Жигурку Кенеша Кыргызстана встретили в селе Кордай Жамблоск области и обсудили возможные пути решения транспортно-логистических направлений сотрудничества в рамках Евразийского союза. На уровне правительств двух стран будут дорабатываться вопросы по созданию зеленого коридора для скоропортившихся грузов. Обсудили стороны и возможные пути увеличения потока туристов в оба направления. Международный опыт показывает, что ряд стран открывает свои границы без требований ПЦР и паспорта вакцинации. Мы считаем, что это, конечно же, во-первых, облегчение процедур таможенных, во-первых, во-вторых, это, конечно же, увеличит поток, туристский поток. Сейчас на данном этапе Казахстанской стороной разработано соглашение и направлено в Кыргызскую сторону по трансграничным горным маршрутам, переходящих по территории Тянчанских гор. Это очень популярный маршрут еще в Советском Союзе был. Хотим возобновить этот турмаршрут. Очередную схему мошенничества с криптовалютой раскрыли в России. Установлено, что генеральный директор одной из московских компаний привлекал деньги физических лиц, обещая обучение инвестициям и высокий доход от вложений в цифровую платежную систему. Филиалы фирмы были открыты за рубежом, а в СМИ активно размещалась реклама компании. Жертвы перечисляли деньги на счет в иностранном банке. По разным данным, сейчас у россиян имеется несколько миллионов криптовалютных кошельков, но в стране до сих пор нет регулятора в сфере криптобирж. О том, какие риски, подстерегают тех, кто решился на криптоинвестиции, в сюжете Даны Нуржан. Криптовалюты и технология блокчейна, которых сравнительно недавно еще мало кто знал, сегодня становятся все популярнее. На фоне экономического кризиса и нестабильности на фондовых рынках, люди все чаще рассматривают биткоины, эфириумы, альткоины и сотни других виртуальных валют, как способ сохранить и приумножить сбережения. По данным аналитиков, россияне держат в криптовалютных кошельках порядка двух триллионов рублей. Однако мало кто разбирается, как эти технологии работают и как отличить честный проект от мошеннической схемы. Они вне правового поля фактически находятся. И проконтролировать, опять же, выполнение каких-то положений закона в отношении таких криптовалют, и тем более игроков, которые предоставляют некие услуги в области криптовалют, практически не представляется возможным. Поэтому фактически индустрия, она строится на доверии. Вся индустрия. В 2021 году российский Центробанк выявил порядка трех тысяч компаний с признаками финансовой пирамиды. При этом больше половины из них прикрывались криптовалютными схемами. Чаще всего мошенники предлагают вложиться в высокодоходный проект, покупая криптоактивы. Ранние инвесторы действительно получают высокую доходность. Но не за счет роста стоимости криптовалют, а за счет вложений новых жертв. По данным исследователей, криптовалютное мошенничество стало наиболее распространенным видом преступлений в прошлом году. Убытки от него выросли на 80% по сравнению с 2020. В 2022 году ожидается рост данного показателя в несколько раз. Криптовалюты помогают мошеннику лишь только в скрытие средств. То есть то, что именно он получил эти средства. Таким образом трудно доказать и взыскать эти средства уже с пойманного мошенника. Есть прецеденты, когда возникают фейковые криптобиржи. Помимо откровенно мошеннических схем, существует также риск киберкраш. Виртуальные валюты не защищены от таких преступлений. Так, например, проект децентрализованных финансов DeFi был взломан неизвестным злоумышленником. Он похитил более 13 миллионов долларов в криптовалюте. И это уже второй взлом протокола за последние два месяца. Однако чаще всего неквалифицированные инвесторы теряют деньги именно из-за того, что путают финансовую пирамиду с инвестициями. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют им тщательнее проверять тех, кому доверяют деньги. При этом универсальных инструментов для проверки нет. Данан Уржан, Шахзот Гомеров, Россия, Хабар, 24. Данан Уржан, Шахзот Гомеров, Россия, Хабар, 24. В Абу-Даби прошли похороны президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бен-Заида Аль-Нахаяна. По мусульманским обычаям он был предан земле в тот же день. По информации местных СМИ, похороны прошли после особой поминальной молитвы, которую во всех мечетях и молельных домах Объединенных Арабских Эмиратов прочитали после заката солнца. В последний путь его провожали все члены правящей в столичном эмирате семьи. В связи с кончиной президента в стране был объявлен трехдневный траур, во время которого все государственные и частные учреждения не будут работать. Также отменены все развлекательные мероприятия. Продолжаем выпуск. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в пятницу провела свой последний брифинг в этой должности. Официальный спикер американской администрации попрощалась с журналистами и начальством. В своей эмоциональной речи она поблагодарила за оказанное доверие президента Джо Байдена и первую леди страны, а также всех своих коллег. На своем посту она пробыла 16 месяцев и стала одной из узнаваемых персон США. О новом месте работы Псаки пока официально не объявлено. По слухам, она будет работать на телеканале MSNBC. Сама Псаки отшучивается, что после ухода в отставку выспится, будет читать книги и смотреть сериалы. Сегодня мой последний брифинг в этой должности. Это очень волнительно для меня. Прежде всего, я хотела бы высказать благодарность Джо Байдену и первой леди за оказанное доверие. Товарный чек в обмен на квартиру налоговая служба Кыргызстана запускает среди граждан необычную лотерею. Для участия достаточно потребовать фискальный чек от продавца или поставщика услуг. Как в соседней стране решили простимулировать население требовать фискальный чек, у бизнесменов расскажет Бакат Чермашев. Требуй чек, выиграй приз. Налоговая служба страны решила, что если заинтересовать граждан, то предприниматель будет вынужден пойти навстречу покупателю. Стимулом для приобретателей товаров или услуг будут денежные призы, сотовые телефоны всемирно известной марки, автомобиль и, наконец, квартира в Бишкеке. Последний приз особо весомый. Ведь так приятно будет получить жилую площадь в обмен на клочок бумаги с указанием реквизитов продавца, его фискальных данных и даты сделки. Шансов будет больше, чем больше чеков соберет участник лотереи. Но при этом нужно помнить о возрасте. Лотерея проводится в рамках закона о лотереях. И участниками могут быть все граждане, за исключением тех лиц, которые не достигли возраста 18 лет. Выбор выигрышных номеров будет производиться через автоматизированную нашу систему, привязанную к международной системе рандомно. То есть мы максимально обеспечили прозрачность вручения призов. В начале этого года в силу вступил новый налоговый кодекс, обязывающий всех предпринимателей установить контрольно-кассовые машины. Это решение вызвало недовольство со стороны некоторой части предпринимателей, из-за чего фискалам пришлось проводить много разъяснительной работы. Теперь налоговики решили повысить контрольно-кассовую дисциплину среди продавцов при помощи гражданской активности. Для того, чтобы упростить проведение лотереи, было специально разработано мобильное приложение «Салык Чек». Данная акция – это начальный этап привлечения наших граждан к налоговому контролю. И данное приложение и в дальнейшем останется не в рамках лотереи, может в рамках, как вы знаете, в новом налоговом кодексе заложено нормативы по запуску кэшбэк-системы в нашей Крыгойской Республике. И вот это приложение будет наращиваться, и посредством этого приложения мы будем внедрять кэшбэк у нас в Кыргызстане. Лотерея будет проводиться в три этапа. Первый розыгрыш состоится 1 июля, второй – в середине осени, а финальный этап пройдет 31 декабря. В налоговой службе говорят, что деньги на приобретение призов уже найдены. Причем это не бюджетные средства. Таким образом, выигрыши останутся все. Госказна от дополнительных поступлений, налоговая служба от увеличения прозрачности рынка товаров и услуг, граждане от получения шанса на выигрыш. Бакы Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Вы смотрите новости. Полицейские Туркестанской области во время рейда задержали больше 130 иностранных охотников за лекарственной травой ферулой. Растение произрастает на территории Утарарского и Арысского районов. Всех нарушителей – это 33 гражданина Таджикистана и 101 Узбекистана – привлекли к административной ответственности. Свыше 100 из них заключены под арест. Еще двое наших соотечественников понесут наказание за привлечение трудовых мигрантов с нарушением законодательства Казахстана. В Атарау началась работа по отлову бродячих собак. Для этого из бюджета выделили 31 миллион тенге. Определили подрядную кампанию, занимающуюся отловом, и заключили договор. Жители, которые заметят собак без хозяев, могут позвонить по номеру 109. Если владельца животного найдут, то его привлекут к административной ответственности. Со 2 марта работы по уничтожению бродячих собак прекратились. Если из бюджета будут выделять средства, то в ближайшее время, возможно, откроют питомники для содержания бездомных животных. После отлова собак привозят в специальные места. Есть договор с ветеринарной клиникой. Там проводят кастрацию и стерилизацию. Также кинологи могут осмотреть собаку. В случае, если животное агрессивное, то его оставят на месте. А если поведение адекватное, то выпустят обратно. И в завершении выпуска самый длинный подвесной мост в мире открылся в Чехии. Первые посетители прошлись по нему, чтобы испытать страх и адреналин. Конструкция расположена на высоте в 1100 метров над уровнем моря, а его длина составляет около километра. Строительство Sky Bridge заняло два года. Стоимость сооружения оценивается почти в 8,5 миллионов долларов. Мост держится на шести основных несущих канатах. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего субботнего дня. До встречи.